Стимуляторы корнеобразования применяются не только для укоренения черенков, но и для развития мощной корневой системы у любой рассады или любого растения. Эти препараты полезны при пикировке, для ускорения приживаемости, реанимации при утрате корней или при их повреждении. К примеру, если при переувлажнении корневая система цветка начнет гнить, то растениям потребуется срочная пересадка, обрезка подгнивающих участков, дезинфекция пораженных мест и обработка стимулятором для развития новой корневой системы. В этом видео я расскажу вам про два препарата, которые помогут вам быстро обеспечить успешное черенкование. Первый это гетероауксин. Его эффект основан на индолилуксусной кислоте. Средство применяется в виде таблеток или порошка, после чего его разводят в воде по инструкции. Для черенкования оптимально разводить 1,1 грамма на 2,5 литра воды. Готовить раствор надо непосредственно перед черенкованием, после чего поставить в него черенок до образования корней, либо замочить в течение суток и пересадить в легкий субстрат. Таким образом укуреняются роза, виноград, другие садовые или комнатные растения. Второй препарат это корневин. Это синтетический аналог гетероауксина, который содержит вещество, переходящее в гетероауксин в структурах почвы. Он стимулирует ростовые процессы, применяется для ускорения приживаемости черенка и саженца и характеризуется более продолжительным действием, чем гетероауксин. Корневин производится в виде порошка, разводящегося в пропорции 1 грамм вещества на каждый литр воды. В растворе нужно замочить черенки в течение 12 часов, после чего высадить их в легкий субстрат для укоренения или же поставить в чистую воду для образования корней. Можно использовать корневин в сухом виде, просто припудрив корни перед посадкой в грунт. Один из этих препаратов обязательно гарантирует вам быстрое укоренение любого черенка.